Антироссийский тренд становится главной движущей силой в армянском обществе к концу 2020 года. Целый ряд культурных деятелей, СМИ, политологи, эксперты, чиновники с пеной у рта пытаются доказать, что Россия – чуждый фактор для армян и страна должна пересмотреть свои приоритеты в перспективе с избавлением от российского влияния. Русофобские настроения стали расти после поражения армянской армии в Нагорном Карабахе. Армяне восприняли это как национальную трагедию, но в своем поражении поспешили обвинить не себя, а почему-то Москву. Армянский тюрколог Акоп Чакрян поражение своего народа объяснил предательством со стороны Путина. Мы не проиграли, Путин отобрал у нас победу и передал Азербайджану, потому что если Азербайджан потерпел бы поражение, то проиграла бы и Турция, Эрдоган, а значит и Путин, говорит Чакрян. При этом он отмечает, что отныне Россия не является союзником для Армении, жалуясь на армянофобию российских парламентариев. Правда, кого он имел в виду, так и осталось неясным, особенно на фоне армянофильства многих заседающих в Госдуме депутатов. И это называется стратегический союзник, продолжил тюрколог. С такими союзниками и врагов не нужно. Говорят, враг моего врага мне друг. Но в той же логике враг моего друга не враг. Но Путин считает Эрдогана лучшим другом. В Госдуме России армянофобская сфора день и ночь поднимает войн. Еще хуже в прессе. Там доходит до оскорблений, отмечает Чакрян. И эти все обвинения удивительным образом сочетаются с убежденностью в том, что Россия просто-таки обязана была отправить своих солдат в Карабах умирать за нацию арийцев, как себя называют армяне. Подобными обвинениями к предателям армянский интернет просто кипит. При том, что больше половины кипящих просто дезертировали, не доехав даже до фронта.